Теперь мы приветствуем вас, дорогие, в месте, где раньше была Помпея. Легендарный город, который мы смотрели на картинах, который назывался «Великий день в Помпее». И сейчас мы стоим на форуме Помпея. Сейчас Светлана это все снимает. И позади меня также снимем Везувий, откуда пришла вот эта катастрофа. Которая продолжалась в течение двух дней. Это было 24 августа 1979 года. И на самом деле, что еще так же уникально, что в 1944 году, также 24 августа, была сброшена авиабомба немецкая в город Неаполе. Попала как раз в музей, где хранились остатки. Такие музейные редкости, которые были найдены в Помпее. И вот как раз в реке говорят, что несколько землетрясений уже была... Такая сискологическая обстановка была, что несколько землетрясений они предшествовали вот этому извержению вулкана. Но здесь был такой административный культурный центр. И по-другому еще называют такое райское место, откуда люди просто не хотели просто так уйти. И вот здесь жило 10 тысяч. 10 тысяч было населения, из которых тысячи, полторы тысячи они попали вот в эту катастрофу. И здесь, как бы так скажем, нашли свое трагическое, трагический конец. И когда из-под пепла вынимали, оставались пустоты от человеческих тел, значит, что сделали? Эти пустоты заливались гипсом. И сегодня мы можем посмотреть, если мы дальше пойдем, в каком положении были тела погибших людей Помпея. Приветствуем вас на фоне Везувия, о котором говорят, что он, конечно, был в два раза больше, тогда, когда проистекала вот эта лава. Будьте благословенны, дорогие. Аминь.